Здравствуйте, дорогие путешественники! В прошлом выпуске про Евпаторию мы с вами основательно прогулялись по городу и главным его достопримечательностям и упомянули, что купаться в Евпатории я совсем не советую. Но вот и пришло время обсудить, где все-таки следует остановиться, чтобы и прогуляться по городу разок-другой, и как следует отдохнуть на мягких песочных пляжах вокруг Евпатории. Но до того, как перейдем к главной части, не забудьте отметить мой ролик оценкой, а самое лучшее, написать мне ваше мнение о моей работе в комментариях и подписаться на канал Лярушка-путешественница. Кто вы такая? Как кто? Я талант, самолеток, изобретательница и путешественница. КОНЕЦ! КОНЕЦ! Субтитры сделал DimaTorzok В обе стороны Эквадории располагаются одни из лучших пляжей по всему Крыму. Они сильно отличаются от тех, что мы видели на моем любимом южном берегу Крыма в серии роликов про пляжи Большой Ялты. Тут растянулись широкие песчаные берега на многие-многие километры. Особенно будет тут здорово детишкам, ведь вход в море очень пологий, до глубины идти долго-долго, поэтому, чтобы утонуть, нужно очень постараться. Вообще-то, в 70-80-х годах прошлого века Эвпатория – это настоящая детская здравница нашей бывшей огромной страны – Союза Советских Социалистических Республик СССР. Особенно полезно проводить время в Эвпатории людям с астмой и нарушением опорно-двигательного аппарата. Первым – из-за сухого, жаркого, колючего воздуха, совмещенного с вечерним мазским бризом. А вторым – из-за лечебных стакских грядей. Планомерно из Эвпатории делали целый кластер детских остаровительных лагерей отдыха. Кластер этот расположен на север от Эвпатории. Конечно, былого советского разнообразия и великолепия здесь уже нет. Но по разваливающимся постройкам можно догадываться, как здорово тут было отдыхать с советским детишком 30-40 лет назад. Большая часть этих санаториев работает до сих пор. Вот и я отдыхала в одном из таких мест. Когда-то – в передовом лагере, а теперь – в доживающем свои последние годы. Условия здесь, прямо скажем, спартанские. Старая мебель, кровати, но самое ужасное – это еда. Есть здесь совершенно невозможно. Отдыхать в этих санаториях можно как в детских группах, по принципу детских лагерей в Советском Союзе, так и со взрослыми. Но во втором случае вам не удастся поучаствовать во всех организационных программах. Но главные достоинства такого отдыха вам будут доступны. Прежде всего – это море. Пляжи в этой части Эвпатории считаются одними из лучших в Крыму. Мелкий бархатный песочек, чистое море, быстро прогревающиеся под теплыми лучами из-за небольшой глубины. Второе – это различные процедуры с использованием легендарных сакских грязей. И что только с этой грязью не делают. И нагревают, и пропускают через нее электрический ток. Выглядит грязь, как обычная черная липкая глина. И добывают ее, в общем-то, с другой стороны Эвпатории, около города Стаки. Я уже говорила в своем первом ролике про Крым об озере Каяшском, в водоеме розового цвета в Керчи, в Ипукском заповеднике. Тогда я рассказывала, как появились эти озера, и почему они стали розовыми. И тогда уже упоминала, что таких озер в Крыму несколько. И если в Керчи такое озеро одно, то в Саках их целых три. Майнакская, Сосексиваш и Сакская. И все они разные. Давайте же скорее отправимся из Эвпатории в сторону города Стаки, чтобы полюбоваться на эту красоту. Первое, что нам попадется при выезде из Эвпатории – это удивительное озеро, полное лебедей. Не знаю, что так привлекает этих птиц, но на этом озере их огромное количество. Разных возрастов и характеров они подплывают близко к берегу и даже дают себя потрогать. К сожалению, место остановки тут не организовано, поэтому приходится перебегать в дорогу в неположенном месте и ставить машину у пыльной обочины, мешая проезжающим мимо. Но остановиться у озера совершенно обязательно. Такое чудо вы ни в одном зоопарке не увидите. Следом нас ждет длинное прекрасное побережье, на котором в основном отдыхают дикари. Тут же стоит памятник героям Евпаторийского десанта, ужасно и бесславно погибшего в 1942 году в попытке отвлечь фашистов от осады Севастополя. Прекрасный памятник показывает и мужество десантников, их отчаянное положение. Они будто сплотились вокруг друг друга, окруженные сильнейшим жестоким неприятелем. Берег тут необычайно красив, широк, песок желтый, рассыпчатый, мягкий. Но вот беда, по всему длинному побережью любители дикого отдыха расставляют палатки, заставляют берег машинами и мусорят вокруг. Я до сих пор задаюсь вопросом, куда ходят в туалет все эти любители палаток и котелков. Но совершенно точно им необходимо посетить стенд в центре Евпатории напротив Краеведческого музея. Стенд, посвященный современному закреснению окружающей среды. Это ужас, дорогие мои сверстники. Давайте мы хотя бы с вами не будем оставлять после себя такую грязь. Ведь вам же захочется приехать в это место во второй раз. Что вас встретит? Вот эти отходы вместо пляжа. Как обычно в Крыму, всего лишь несколько километров отделяет памятник в честь войны 20 века от памятника древней кривской цивилизации. В городе, построенном, вероятно, на месте легендарной греческой крепости, павшей в сражении с кочевыми крымскими племенами. Или наоборот. Тут много запутанного. Про греков, кстати, я рассказывала в своем историческом крымском путешествии в нескольких частях. Сразу после крупнейшего в Крыму аквапарка Банановая Республика начинается небольшое село Прибрежное. Вот на это место я и предлагаю обратить внимание. С одной стороны, тут достаточно далеко до крупных населенных пунктов. С другой, налицо все те же самые достоинства, о которых я говорила. Большие, широкие, песочные, дикие пляжи, теплая вода, пологий берег с очень неглубоким дном на долгие-долгие метры вглубь моря. Засвечения тут совсем не хитрые. Можно покататься на водном мотоцикле, например. Еды нормальной найти невозможно. Ужасные закусочные и столовки растянулись по береговой линии. Вечером жуткие стаи комаров. Лучше и на улицу не выходить. Делать особенно нечего. Условия проживания, конечно, тоже оставляют желать лучшего. Но море и пляжи бесподобные. Не доезжая до саг, свернем налево. Главные розово-озерные достопримечательности. Озеро Сосексиваш. Концентрация Артемии тут к июлю просто зашкаливает. И из розового озера становится кирпичного цвета. Мне показалось, из всех озер оно самое некрасивое. Поэтому удивлена, что оно и самое известное. Сюда обычно слетаются любительницы пофотографироваться на живописном фоне. Кроме особенных реакций, про которые я рассказывала в ролике про розовые озера, интересно то, что на дне этих водоемов хранятся какие-то невероятно полезные грязи. Люди часто ими обмазываются в целях улучшить свое здоровье. Также из этих озер грязь это бывает в промышленных масштабах. Я обмазываться, конечно, не решилась, а просто погрузила в грязь ноги. Ощущения странные и не сказать, что приятные. Озеро в некоторых местах неглубокое и позволяет зайти в короткой одежде достаточно далеко от берега. Ну а мне, если честно, понравилось больше другое озеро. Вот она уж точно из тех трех, что мне пришлось видеть, но самая настоящая розовая, как розовое густое молоко. Здесь уже любителей салфи не так много. Гораздо больше охотников за здоровьем, обмазывающихся и барахтающихся в соленой воде и грязи. Соленые эти озера настолько, что кожа сразу начинает щипать, если не смыть соль пресной водой. Кстати, совсем недалеко от Саксского озера открыт санаторий, где открыт магазин, в котором продают эту грязь. Специально очищенную и подготовленную. В различных тюбиках, составах с морской водой, которую они называют рапа, и даже в виде мыла. И это далеко не полный список удивительных озер вокруг Евпатории. На еще одном грязели черном озере Майнаки мы не были. Но вот если мы вернемся с вами на другую сторону побережья, туда, где мы отдыхали в кластерах детского санаторного отдыха, то нам останется всего полчаса на машине в сторону самого дикого побережья Крыма, полуострова Тарханкут, чтобы доехать до удивительного озера Донузлав. Не скрою, мой интерес к Донузлаву очень прозаический. Устрицы. Я большой любитель этого деликатеса. Известно, что лучшие устрицы живут там, где им приходится время от времени оказываться в разном составе воды. То в морском, то в пресном. В обычной природе это встречается в местах впадения рек в моря. Но на Донузлаве дело особенное. Когда-то вода тут была совершенно пресная, но в военных телях решили прорыть канал для судов из моря в озеро. В результате морская вода перемешалась с пресной, но не до конца. Половина озера с тех пор соленая, а половина так и осталась пресной. Вот здесь и выращивают самых нежных устриц в Крыму. И даже открыли ресторан для тех, кто тут же хочет их совсем свежими съесть. Ресторан получился модный, но совсем непонятный, дорогой и обслуживают ну очень медленно. Сами окрестности озера тоже очень живописны. На его берегу даже есть что-то типа дельфинария с дневным посещением и возможностью поплавать с дельфинами. Но необычность озера увидеть глазами невозможно. Где водораздел между соленой и пресной частями озера не видно. Дорога не самая близкая и главное очень неустроенная. Поэтому, если не гоняетесь за устрицами, лучше остаться на море и не тратить время на такую дальнюю поездку. Говорят, лучшие песчаные пляжи западной части Крыма располагаются как раз на узкой косе, прилегающей между Черным морем и озером Донузлав и названной Беляус, честнадцатый развалин древнегреческого города. Напомню, что если вас интересует история Крыма, то самое лучшее посмотреть мою историко-туристическую серию выпусков, ссылку на которую вы найдете в верхнем правом углу экрана. На этом закончим с западной частью Крыма. До новых встреч, интересных вам и разнообразных приключений! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!